Культурная жизнь города на паузе. В связи с эпидограничениями и периодом нерабочих дней, многие события, запланированные на первое число ноября, либо не состоятся, либо изменят формат. Что и когда все-таки можно будет посетить в нашем коротком обзоре. Все грани ювелирного искусства. 4 ноября в художественной галерее планировали открыть выставку, которая знакомит зрителей со старинными украшениями, бытовыми и религиозными предметами из драгоценных металлов, а также с ювелирными техниками и инструментами. Открытие экспозиции перенесли пока на 9 ноября. Специалисты говорят, выставка в любом случае дождется своего зрителя. В Краевой филармонии на первые числа ноября запланирован международный органный фестиваль. Его первый концерт 31 октября состоялся. Камерный хор Нижний Новгород выступил в органном зале при полном аншлаге. Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарных правил. Вечерний концерт 2 ноября. Дуэт органа и термин вокса решено провести в режиме онлайн. Трансляция на сайт филармонии организована из зала, без зрителей. Концертные программы органного фестиваля, запланированные на 3, 5, 6 и 7 ноября, переносятся. Новые даты обозначат в ближайшее время. На ресурсах филармонии сообщается. Информацию о концерте 4 ноября сообщим дополнительно. Если вы захотите сдать билеты, это возможно в следующем порядке. Билеты, купленные в кассе органного зала, можно сдать в кассе с 8 ноября. Билеты, купленные на сайте, возвращаются в обычном порядке. Возврат средств будет осуществлен в размере 100%. Концерт Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум», который должен был пройти в ДК имени солдатова 1 ноября, перенесен на следующий год. Он состоится 16 февраля. Что касается пермских театров, здесь тоже произошли изменения в афишах. В театре у моста сообщили, спектакли, которые должны были состояться с 1 по 7 ноября, переносятся на эти же числа декабря. Сами постановки, даты и время начала того или иного спектакля остаются прежними. Пермский театр-театр закрыт для зрителей с 1 по 7 ноября. По приобретенным билетам можно будет прийти сюда в другие даты. По поводу обмена билетов специалисты обещают связаться со зрителями. В первую неделю ноября отменяются спектакли и в пермском тюзе. В эти дни также приостанавливает работу оперный театр. Показы балета «Лебединое озеро» 3 и 5 ноября отменены. Концерт хора «Парма войсес», который должен был состояться 7 ноября, пройдет только в формате онлайн-трансляции в 19 часов на сайте и YouTube-канале театра. Средства за электронные билеты вернутся автоматически на карту, которой они были оплачены. Физические билеты вы сможете вернуть в кассе театра после 7 ноября. Оформить возврат билетов можно по тем же каналам, через которые они были приобретены. 4 ноября, в День народного единства и в Ночь искусств, в городе пройдет ряд событий в реальном очном формате. Их список будет опубликован в ближайшее время. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.